Здравствуйте, дорогие друзья! В 2021 году в России отмечают двухсотлетие со дня рождения великого русского писателя Николая Алексеевича Некрасова. Как поэт и организатор литературного процесса Николай Некрасов является целой эпохой в истории отечественной литературы. Николай Алексеевич Некрасов родился 28 ноября 1821 года в Немирове, Подольской губернии Российской империи. У него было 13 братьев и сестер. Николай Некрасов считал, что все хорошее заложено в нем матерью. И если я наполнил жизнь борьбою за идеал добра и красоты, и носит песнь, слагаемая мною, живой любви глубокие черты. О, мать моя, подвигнуть я тобою, во мне спасла живую душу ты. Отец Алексей Сергеевич Некрасов был деспотичным и суровым человеком. Работая исправником, главой полиции, ему нередко приходилось силой выбивать недоимки у крестьян. Был заядлым картежником и увлекался охотой. В 11 лет Некрасов поступил в гимназию, где проучился до пятого класса. Учеба давалась ему тяжело. Отношения с гимназическим начальством не ладились, в частности, из-за едких сатирических стихов, которые он начал сочинять в 16 лет. В 17 лет переехал в Петербург, но отказавшись посвятить себя военной карьере, как настаивал отец, был лишен материальной поддержки. Для того, чтобы не умереть с голоду, стал писать стихи по заказу книга торговцев. В это время он познакомился с Виссарионом Григорьевичем Белинским. Существует множество фактов о том, как Виссариону Белинскому нравились стихи Николая Некрасова. Так, однажды, когда Некрасов читал в кружке Белинского стихотворения «В дороге», тот чуть не со слезами на глазах сказал ему, «Да знаете ли вы, что вы поэт, и поэт истинный?» Николай Некрасов был успешным публицистом и издателем. В 1847 году Николай Алексеевич Некрасов и Иван Иванович Панаев приобрели журнал «Современник», основанный Александром Сергеевичем Пушкиным. Влияние журнала росло с каждым годом, пока в 1862 году правительство не пристановило его издание, а затем и вовсе запретило журнал. Николай Некрасов писал о страданиях и горе русского народа, о сложной жизни крестьянства. В своих произведениях он использовал простую русскую разговорную речь. Это, несомненно, показывало богатство русского языка, которое шло из народа. Николай Некрасов известен современным читателям как самый крестьянский поэт России. Именно он одним из первых заговорил о трагедии крепостничества и исследовал духовный мир русского крестьянства. Некрасов создавал поэзию, выражающую душу народа. Представляем вам книжную выставку «Мир Николая Некрасова». Литература, представленная на выставке, освещает его жизненный и творческий путь, знакомит читателей с известными стихотворениями и рассказами, «Русские женщины, кому на Руси жить хорошо», «Ялиру посвятил народу своему» и другие имеющиеся в фонде библиотеки произведения писателей. Экспозиция дополнена обширным иллюстративным материалом, портретом поэта, изображениями мест его пребывания. Приглашаем всех желающих посетить нашу выставку. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok